Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Огуречная пора в разгаре, огурцы уже растут и перерастают, поэтому я решила познакомить вас с несколькими сортами огурцов, именно с теми, которые я выращиваю сама, чтобы как поделиться своим опытом и своими отзывами о них. Начну я с самого своего любимого огурца Настя F1. Я всегда говорила, что гибриды высаживаю очень редко, обычно у меня все огурцы, те, с которых можно собрать свои семена, потому что свои семена и всхожесть лучше, с них проблем нет, но экономическая сторона вопроса тоже немаловажна, не надо тратить деньги. Но вот этот огурец Настя у меня присутствует всегда, сейчас объясню почему. Потому что пчелоопыляемые огурцы, их, конечно, в ранние сроки не высадишь, потому что пчелок еще нет, и вот в таких случаях, когда вы хотите получить ранний урожай, тут нас выручают гибриды. Я высаживала, сеяла много всяких сортов, но сортов я имею в виду разновидности гибридов. Но остановилась на двух, Настя и внучок. Они одинаковые, они мне нравятся, они всегда дают стабильный урожай. Вот сейчас они у меня даже переросли, я не успеваю их снимать, видите, уже большие. Обычно их нужно снимать в более молодом виде, но все равно даже переростки имеют очень хороший внешний вид, они не портятся, они такие же зеленые, они не делаются, ну как, не деформируются, не пузастятся, ничего с ними. Они висят красивые, зеленые, семечки маленькие, ну там семенных нет фактически, очень вкусные. Сейчас я расскажу о характеристике этого огурца. И если кто-то, например, не знает, какие именно выбирать, это, конечно, информация уже на будущий год. Если вам понравится этот огурец, на будущий год придете в магазин и выберите именно этот сорт. Вот, гарантированно стабильный урожай при любой погоде, он самоопыляемый, сейчас я все о нем вам прочитаю. Вот, сразу на нем пометка, самоопыляемый, это значит, что его можно выращивать в поздние сроки, осенью, когда у нас двери теплицы уже закрыты, в ранние сроки весной, когда еще нет, ну как тепла, ему не нужны ни пчелы, ничего. Партенокартический гибрид, это значит, что он растет без помощи, без каких-то там опылений. Вот я про это сейчас и говорила. Дальше написано. Очень ранний, урожайный, без горечи, хорош для засолки и в свежем виде, без пустот, устойчивый к болезням. Вот все вот эти слова, которые, ну как, производитель семян здесь указывает, я все могу подтвердить, потому что очень часто на пачке пишут одно, а на самом деле получается совсем другое. Вот с Настей приятное исключение, когда то, что написано на пачке, все подтверждается. Так, сейчас описание вам прочитаю. Очень ранний партенокартический гибрид универсального грунта. Это значит, что его можно выращивать как в теплице, так и на улице. Самый опыляемый. Отличается долгим периодом плодоношения. Это тоже правда. Я его сажу очень рано. Вот видите, на нем уже много-много, как и в высоту уже плоды. Но он будет у меня плодоносить до самой осени. Но это, естественно, долгое плодоношение только при условии, что вы будете создавать ему, как все условия. Гибрид устойчив к вирусу огуречной мозаики, оливковой пятнистости, настоящей мучнистой росе и там следующие заболевания. Растение среднеплетистый, зеленец крепкий, хрустящий, мелкобугорчатый, ярко-зеленый. Овально-цилиндрической формы, масса 70-90 граммов, длина 6-8 сантиметров. Не содержит горечи, вкусовые качества, свежих и консервированных плодов отличные. И это тоже я все подтверждаю, что никогда не встречала Настю вот эту горькую или пустую. Качество плодов хорошее. Дальше, что рекомендует нам производитель семян про формирование куста? Написано, что для правильного развития растения нижние 4-5 завязей и 1-2 боковых побега прищипывают. Последующие боковые побеги прищипывают над вторым листом. Дальше поливать, подкармливать регулярно, это ясно. И при многоразовой уборке общий товарный урожай составляет в открытом грунте 15 килограммов с метра квадратного, а в теплицах 30 килограммов с квадратного метра. Это рекордная урожайность, это очень хорошие показатели. Именно поэтому я свой выбор на Насте остановила много лет назад, раз и навсегда. Теперь я ее выращиваю каждый год от Настя и внучок. Они одинаковые. Про внучка не буду ничего рассказывать, он точно такой же, у него вид такой же. Мелкие-мелкие-мелкие такой, у него нет таких шипов явно выраженных, колючих. Они вот такие как, ну мелкобугорчатые. Про формирование куста. Тут я не выполняю все рекомендации производителя семян. Да, я нижние прищипываю, а как там написано, последующие все побеги прищипывать над вторым листом. Этого я не делаю, потому что мне очень жалко вот этих всех, большое количество огурчиков, которые вот на этих пасынках. Я просто даю им возможность туда дальше расползаться. И вот верхние я не прищипываю. Но он не сильно много, у него пасынков, он не израстает, как многие другие. Вот эти огурцы я сейчас сниму, я из них сделаю малосольные по своему рецепту фирменному. А вот эти, которые боковые, вот что я вам показывала, они будут уже вторая и третья волна. Все. Вот это сорт Настенька, очень хороший. Для чего я все-таки выращиваю небольшое количество гибридов, еще раз повторю. Самые опыляемые, хорошие, хороший вариант вот для такой погоды. Сейчас у нас идет дождь. Пчелок совсем нет. И если вот те огурцы, которые пчелоопыляемые, то ли они завяжутся, то ли нет, даже если будут продолжительные, дождей и не будет пчел, то Настенька даст стабильный урожай. Она все дальше и дальше, у нее все выше и выше, она уже вся в огурцах, вот с самого низа и до верха. Они идут, идут, идут нескончаемым конвейером. Вот. Гибрид хорош тогда, когда рано весной нет пчелок, когда поздно осенью уже закрыты двери теплицы. Ну и даже не двери теплицы, пусть на улице, когда на улице уже нет пчелок. Большинство огурцов, конечно, у меня пчелоопыляемые. Я о них буду рассказывать дальше. Они лучший вариант для засолки, конечно. Вот у меня здесь дальше, вот вы видите, огурец обильный. Тоже, как на картинке, я потом вам расскажу, что о нем говорится, такой он и есть на самом деле. Очень красивый, ну тут шипы, он крупно бугорчатый, такой колюченький. И все остальные томаты, ой, эти огурчики, у меня уже пчелоопыляемые. Они тоже, кстати, дают неплохой урожай в теплице. Они вот висят все ровненькие, красивенькие, даже туда сейчас загляну. Вот тут у меня уже все в огурчиках. Вот, вот, мы не успеваем уже, конечно, их все съедать. Но про пчелоопыляемые, почему именно их я, ну как, основную массу высаживаю, я расскажу в другом видеоролике. Сегодня вот это вот видеопрезентация сорта Настенька. Гибрид, стабильный урожай и очень высокоурожайная. Все, до свидания. О всех сортах и гибридах огурцов, томатов, перцев и баклажанов я буду снимать видео и рассказывать, если будет время, даже печатать статьи и заметки. Выкладываю у себя на странице в Одноклассниках. Кому интересно, кто хочет выбрать гарантированно высокоурожайные сорта и разновидности всяких вот этих растений, заходите ко мне на страницу. Набирайте просто Ольга Чернова, город Виск, Алтайский край. Все. Добавляйтесь, друзья, будете получать все эти материалы по рассылке. Желаю всем получить столько огурцов, сколько вы не сможете съесть. Вот сейчас уже у нас, я не знаю куда девать, начну солить. Ольга Чернова, город Виск, Алтайский край.